МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире русский народный телеканал «Жар птица» и очередная программа «История романса в лицах». Я автор ведущей программы, меня зовут Надир Ширинский. И сегодня мы с вами поговорим про инструмент, без которого русский романс, старинный ли, современный ли, цыганский ли, городской ли, фабрично-заводской ли, не может и не мог и не будет мочь существовать. Это гитара. Сегодня наши гости – гитара. Сегодня у нас никто не поет, сегодня звучит классическая гитара. Мы чуть попозже поговорим. Русскому романцу аккомпанирует не только классическая гитара, но еще и русская семиструнная. Это отдельная тема для нашего разговора. Я сегодня рад, что у нас такой именитый гость. Знакомьтесь, пожалуйста, Юрий Нугманов, солист Москонцерта, единственный российский гитарист, которому стоя аккомпанировала публика знаменитого зала «Корнеги Холл» в Нью-Йорке. Надо сказать, что… Так, отвлекусь от представлений. Надо сказать, что сыграть в «Корнеги Холле» – это вам, друзья, не фунтезюма. Знаю это по мемуарам Вертинского, по книжке Маруся Савва. Прекрасная Маруся Савва – это наша эмигрантская певица, которая тоже пела, по-моему, один раз получилось у нее в «Корнеги Холле» сыграть. Спеть и сыграть в «Корнеги Холле» – это большое достижение, надо сказать, друзья. И когда публика этого зала стоя тебе аплодирует – это нечто. Это сразу можно сказать – не зря родился, не зря прошил жизнь. Да. Артист, который объехал все страны мира с гастролями, играл в Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, который играл со Спиваковым, который играл с ведущими оркестрами нашей страны и который, тем не менее, несмотря, а может быть, и вопреки, а может быть, все вместе, а еще к тому же выступает с очень хорошими вокалистами, сопровождая их в концертах старенного русского романса. Вот о том, как это все получается у него, и участвовать в концертах русского романса с аккомпанементом, как бы на вторых ролях, и о концерте в «Корнеги Холле», так сказать, не на первых ролях, а на самых ведущих мировых ролях, мы и сегодня будем говорить. Напомню вам, друзья, сегодня наш гость, гитарист Юрий Ногманов. Добрый вечер. Ну, чтобы не быть голословным, давайте сразу начнем со старинного русского романса. Знаменитый старинный русский романс я встретил вас в обработке для шестиструнной классической гитары. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Напоминаю, друзья, что сегодня у нас в гостях Гитарист Юрий Нугманов Мы говорим о классической гитаре Кстати говоря, ведь до сих пор неизвестен автор музыки Я слышал, что вроде речь шла об Абухове Нет, нет, нет Официально автор музыки неизвестен, стихи Тютчева Есть версия, что музыка у этого романса так за столом Я уж не знаю, что они там пили Но напел Ивану Семеновичу Козловскому Напел знаменитый актер Иван Москвин Который очень любил русские романсы Но он их любил так, так сказать, не профессионально, а вот так вот Все им напевал так чего-то И взял Козловскому напел Козловскому понравилось Он записал и отдал его в аранжировку И это один из, так сказать, наукрашений репертуара Ивана Семеновича Козловского И сколько упоминаний в мемуарах об этом романсе Романс, так сказать, любим горячо народом Именно в исполнении Козловского он, так сказать, обрел свою славу Прошел, прозвучал по всему миру, по всему Советскому Союзу в свое время Да Вопрос такой Я приблизительно представляю себе, как начинают свой путь вокалисты Вот он в детстве, значит, мама пела ему колыбельную И вот он вместе с мамой стал петь И вот с тех пор он поет Или там она в детском садике почувствовала вот первый голос И стала петь, и пела очень точно и хорошо И с тех пор вот начались мечты о вокальной карьере Как это у гитаристов бывает? Как это у вас случилось? Ну, за других гитаристов не возьмусь сказать У меня отец играл на гитаре И мама пела, и отец пел Мама пела вообще все, что звучало тогда И брат играл тоже, начал заниматься Брат ушел в армию И как-то отец мне показал мелодию на одной струне Мне показалось это интересным Как-то вот ничего нет в музыке Вдруг ты сам сыграл, не включая радио И тогда я выучил сам самостоятельно одну пьесу с вариациями Так как в школе пение было, ноты я знал А потом пошел заниматься к педагогу, у которого брат занимался Николай Иванович Кузьмин и так далее Пошел после армии уже только Вернее, я до армии учился в школе Данаевского А потом после армии пошел уже в училище гнечных, институт гнечных Ну так как-то потихоньку стал играть Я знаю, что у каждого инструменталиста Вот я же ведь много работаю и с гитаристами, и с балалайшником 23 года уже работаю с Андреем Субочиным У каждого есть какой-то профессиональный секрет Ведь, дорогие друзья, вот я не знаю, видно сейчас на экране или не видно Как играет Юрий правой рукой Он вот играет ногтями Вот, то есть не как рок-гитаристы там Или мандолинисты там, например Они играют медиатором Такой штучкой пластмассовой, которая вот подцепляет струны И вот получается такой звук Значит, Юрий играет собой Как и мой балалайшник Андрей Субочин Мой балалайшник играет мозолью Вот, он может про это рассказать, целую лекцию прочитать Как наращивать мозоль, как за ней ухаживать Как делать так, чтобы она играла мозоль Но в то же время не трескалась и не доставляла боль Не пускала кровь и так далее Вот, значит, как у вас происходит вот таинство овладения профессией Как у вас вот ногти-то, как вы с ними живете вот так Они же длинные ведь Ну, длинные, да Но тут вопрос такой, что, в общем, можно почти без ногтей играть Можно короткими ногтями играть Вопрос в манере игры, в инструменте В частности, вот этот инструмент с увеличенной мензурой Тут много звука А вот, пожалуйста, по-русски, мензура-то что такое? Мензура-то длина струны Здесь выше, больше, длиннее стандарта на полтора сантиметра Это сеговиевская модель гитары Вот сеговиевская, это по-русски, что значит? Ну, это знаменитый Андрес Сегови, который вывел гитару на концертную сцену Испанский гитарист Испанский гитарист, да И вот Хосе Ромирос III, мастер, сделал вот эту модель Которая получила кучу наград от короля Испании И вообще от всего гитарного мира И вот сеговиев на ней играл И скорее, проблемы с ногтями возникают, когда играешь штрихом Когда играешь музыку фламенко Там уже надо играть очень размашисто Я сегодня это покажу И тут, конечно, надо укреплять ногти Либо лаком покрывать Ну, Пака де Люсей лаком покрывал Специальным Я смотрел лично, брал руку И посмотрел, как у него там ногти Ну вот Так что с ногтями, да Там с правой рукой Женщина позавидует, сколько возни Это, надо сказать У меня все время Как у вокалиста У меня все время аналогия с вокалистами Бывает, что великие певцы Они дают студентам потрогать себя Как у него работает Ходит живот Как у него диафрагма работает Заглядывают в рот Как у них там строится купол Как, значит, работает верхнее небо Ну и так далее А у гитаристов, значит, вот Да, да, да Рассматривают ногти Ну что же, очень интересно, друзья Значит, я все время прошу переводить на русский язык Да, да, да Профессиональные термины Вот, потому что Ставлю себя на место слушателя Вот И Просто вот думаю, что Вот так вот послушаешь, да Со стороны Ну скучно Там ребята о чем-то своем говорят Ну конечно Вот И непонятно о чем И вот Как-то так Вот Ну что ж, друзья Давайте Попросим Юрия исполнить Мы вот так вот построили программу Мы начали с классики С романцевой, с гитарной А будем постепенно переходить на музыку современных композиторов Потом поговорим о композиторском творчестве Юрия Он сам пишет музыку Вот это все очень интересно Давайте попросим сейчас сыграть знаменитую русскую народную песню «Хуторок» 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 КОНЕЦ Но я хотел просто сказать по поводу автора этой обработки, я хотел спросить, потому что я здесь услышал и гусли, и балалайку, и даже колокола, и прямо целый оркестр русский народ, и думаю, кто же обработка-то, надо спросить абсолютно, а фамилию, кто это сделал? Да, но это сделал замечательный, довольно известный у нас в России, даже очень известный гитарист и композитор Сергей Руднев. Легендарный, замечательно, великолепно. Скажите, вы играете и русскую музыку, и западноевропейскую, есть какое-то отличие принципиальное, или все зависит от школы, от профессионализма, от профессии? Да нет, наверное, у профессионального музыканта, наверное, основная задача, для этого он учится много лет, чтобы играть, допустим, русскую музыку как русскую музыку, европейскую как европейскую, классику как классику, то есть разбираться в стиле. Нельзя же одинаково все гениально играть, а хочется. А, ну, тут мне трудно сказать, почему, потому что все-таки гитары это не рояль, не скрипка, это не такой развитый инструмент у тех инструментов, у рояля скрипки, оркестра, вокалистов, огромная литература, причем такая признанная больших мастеров, композиторов, а гитара, мой концерт, у меня есть сольный концерт, например, так и называется, музыка не для гитары. Не для гитары? Да, вот все, что там играет, все переложение. Ну, кстати, следующая пьеса, похоже, такая и будет как раз. Поэтому здесь сказать так, что прям гитара все-таки это жанровый инструмент, это инструмент, связанный очень сильно с Испанией, с Латинской Америкой, но у нас в стране это, конечно, романс, бардовская песня, авторская песня. Вот, и от этого ореола, так сказать, трудно избавиться, перейти прямо в академический, так сказать, на академический уровень, это, конечно, не совсем. А давайте мы сейчас попробуем перейти на академический уровень, потому что мы договорились, что у нас сейчас в программе прозвучит Петр Ильич Чайковский. Да, кстати, переложение замечательного российского гитариста и композитора Александра Михайловича Иванова Крамского. А сейчас прозвучит пьеса из времен года. Да, октябрь. Октябрь. Осенняя песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Здорово это, когда знакомую мелодию слушаешь на совершенно другом инструменте вот ловишь что тебе знакомо и когда получается вот это словить так чувствуешь себя хорошо что вот она вот знакомая мелодия знакомый мотив в необычном совершенно ракурсе совершенно по-другому вот и надо сказать что очень интересно звучит чайковский хотя вот я бы да немножко на месте иванова-карамского я бы немножко смягчил некоторые моменты потому что для осени как бы у чайковского там все так сказать очи очарования ну а вот а у иванова-карамского там немножко в югу и навевает такой там у него поздних осень такая с первыми первую позицию может быть все связано с тем что я ее как бы играю может быть не совсем образно в образе октября скорее я играю как романс и вот в этом месте в этом месте мне хочется там петь во всю силу вот и это как бы не совсем да ну и на рояле другая тональность от осени это немножко вот уводит в сторону но это личное дело каждого музыканта личное прочтение вот это все понятно как раз хотел спросить поскольку я имею ну как бы непосредственное отношение к семиструнной гитаре потому что приходилось много работать семиструнниками и записываться много семиструнниками вот хотел поднять такой вопрос вот поговорить с вами как со специалистом представителем строгой классической школы но например я вот спрашиваю да значит вас спрашиваю как вы пришли к искусству игры на гитаре вот вы окончили одно учебное заведение другое третье вот а говорил с семиструнниками тоже одно время я же выпускал буклет такой ассоциация русского романса моя она же выпускала буклет посвящен к каждому концерту ежемесячному в доме ученых у нас когда мы работали там совместно разговаривал тоже приходилось брать интервью семиструнников как вот вы начинали свой творческий путь а мне ребята показали первые аккорды на пляже ну да 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 во дворе на пляже человек играет с оркестром федосеева играл у меня фотографии есть не будут фамилию называть с оркестром федосеева аккомпанировал записи на концерте нестеренко вот в качестве солирующей гитары в оркестре федосеев когда он руководил русским народным еще вот и так сказать начинал с пляжа меня это поразило тогда значит с великим сергеем дмитриевичем ореховым беседовал разговаривал как вы начинали мне ребята в подъезде показали вот и поэтому вот раскрою секрет для наших зрителей слушателей что классические консерваторские музыканты до институтские они как бы так немножко свысока смотрят на гитаристов семистройников кому-то там на пляже показали кому-то то в подъезде показали ребята вот но мол типа самоделка да вот значит как причем причем должен сказать что например польку соколова так как играет орехов самого звука качество звука я нигде не слышал ни у кого я вот я не понимаю ну как вокалист а как не специалист я не понимаю а что здесь сложно ну ноту вот цепани пальцем вот что не сложного то а нет вот орехов пальцем извлекает такую глубину и силу струны и звука что она там она поет она насыщается звуком и звук летит эта красота и сила никто не может повторить ягну чего сложно но ударь пальцем не то но вот да и в связи все равно такое вот отношение классиков шестистройников к семистроникам такое все равно снисходительное хотя там великие мастера в том числе цыгане но как вот вы разрешите эту проблему можно ее разрешить вот так вот за три минуты можно за полминуты за 10 секунд это такая глупость вообще так относиться к этому почему потому что это вообще не связано допустим даже я точно также начинал по сути во дворе учиться на гитаре вот просто дальнейшее изучение и те кто шестиструнники двигались направлении сегови как бы изобрели классическую гитару она отделилась вообще от гитары в том смысле что это должно быть все идеально чисто это должно быть попытаться как бы изобразить оркестр и все вот это все это все убивает органику исполнения тоже гитара все-таки инструмент где все делаешь живыми руками своими руками без посредников здесь без участия всего тебя она очень много теряет энергетика теряется его можно сделать там тембра менять тембр вот это все красиво все это такое будет меленькое такое мелко травчатый об даже сказал конечно сегоевский талант он вдохновил многих но сейчас это превратили в какой-то сплошной рафинад я всегда спрашиваю шестиструнников которые рассуждают таким образом что вот там все так вот играть как в аптеке я говорю ребята как у вас говорю сплошной сахар с медом а где котлеты слушаешь допустим фламинкиста там просто огонь дым из ушей и поэтому они за вот ну так сказать впечатляют заводит этим то есть в это это в природе гитары и в частности если говорить о семи струнников то это как как глупо например сказать что орехов какая самодельность да какая смотрится орехов и вообще такие люди рождаются раз в тысячу орехов никто не говорит говорят про семи стройников без орехова не но это тоже не мне многие спрашивают например а трудный на на 7 струн и труднее играть на шестистрон и это тогда вопрос в том как играешь то есть это уже вопрос не о семи стройник вообще а то так звучит как 7 струнники это все те как орехов я говорю о том что кого можно назвать самодеятельность кого нельзя как будто 6 стройников самодеятельности нету да любой бард по сути самодеятельности он просто аккомпанирует себе простенькое все и не замахивается на большее и я в частности например в своей деятельности не пытался кого-то чем-то поразить просто я пытаюсь сыграть то что мне близко что мне нравится что с детства знакомое чтобы да и орехов в том числе я услышал и увидел впервые по это передачи пою цыгане где он сыграл свои знаменитые ехали цыгане был просто сражен его мастерством и талантом и сделал переложение не потому чтобы удивить кого-то просто очень хочется иметь кусочек ореха в частности могу сказать что когда в америке я работал то на джазовом фестивале пришел сыграть и как музыкантами а так посмотрели покосились так мол можно сыграть русский гитариному анда лан так это когда сыграл орехов все все разговаривали только на вы вот так вот поэтому это все вопрос уровня орех вообще уникальнейший но смысле но семиструнная гитара вообще уникальный инструмент она совершенно неподражаема своим мелодизмом своим виртуозным возможностями именно мелодическими сеструнная гитара она лучше там для ритмичность ритмичной музыки там лишь играть штриха штрихами вот а семиструнка это уникальная вещь это сказать и никогда в жизни не скажу шестиструнная лучше там вопрос не в этом кто как играет ну что же двигаемся дальше по нашему плану мы в плане задумали затронуть творчество советских композиторов в том числе друзья вы будете сейчас удивлены наверное особенно вот старшее поколение которое помнит кинофильм дети капитана гранта старый кинофильм из своего детства я например помню что по радио в пионерской зорьки но регулярно просто эта песня музыка вот это увертюра к кинофильму дети капитана гранта она звучала постоянно в пионерской зорьки постоянно советском радио и потом уже вот в годы уже постсоветские оркестры постоянно же исполняют да вот кто-нибудь слышал из наших зрителей слушатели как увертюра к детям капитана гранта дунаевского звучит на гитаре думаю что нет давайте покажем да я хотел дополнить она написана аж в сорок восьмом году и фильм это черно-белые но переснятый фильм тоже с этой музыкой а переложение сделал игорь горохов гитариста и обратился ко мне а уж бы я так сказать сыграл музыка музыка КОНЕЦ 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 здорово могу сказать что настолько необычно настолько не похоже и так сказать не ожидаешь абсолютно вот как бы что-то знакомое что-то сотни раз слышно и но как-то не оттуда изумительно юрий нугманов у нас в гостях дорогие друзья на русском народном телеканале жар птица в очередной передаче цикла история романса в лицах конечно история романса невозможно без истории гитары русской семиструдной классической и здесь очень много историй здесь прямо можно рассказывать биографии людей биографии гитаристов а сегодня мы говорим о биографии нашего гостя юрия нугманова и мне кажется что здесь самое время поговорить о концерте в карнеги холли а потому что но могу сказать так что в карнеги холл попасть в общем это само по себе большое достижение то есть если ты там дал концерт то как бы я уже говорил да что жизнь прожита не зря есть такие залы в мире вот в америке в нью-йорке карнеги холл это во первых во вторых когда такой зал поднимается и аплодирует тебе стоя это дивно значит могу сказать что конечно в карнеги холли не пел но знаю когда зал поднимается тысячный зал например были гастроли были случаи когда тысячный зал поднимается аплодирует тебе стоя да это красиво красиво да вот подробнее пожалуйста как это все произошло ну небольшая справка по карнеги холл карнеги холл вообще состоит из трех залов самый большой 2 200 мест по моему потом идет где-то в районе 800 мест и вот более камерный 250 место вот я отыграл там там гитаристы играют вот и попал я туда каким образом я играл здесь премьеру антильского концерта для гитары с оркестром как раз вопросить концерта антильского антильский концерт по-русски пожалуйста антильский это написал его поэрториканский композитор эрнесто кордера антильский потому что это три большая тильский острова куба сан-сан-сан-карас партерика и роман до сан-сан там там доминго не помню 3 карибская карибский бассейн 3 вот этим больших вот он концерт музыка концерта основана на музыке вот этих вот этого региона латинской америки я играл здесь премьеру зальчиковского с оркестром спивакова и приезжал композитор на эту премьеру привез мне там гитару поэрториканскую гитару квадро такая десятиструнная и от и ноты креольского концерт которые потом впоследствии тоже сыграл саратовским оркестром ну вот и он значит порекомендовал нет в карнеги холл но карнеги холл сам по себе не то что недостижимая вещь но скажем так если уж есть у меня причина быть довольным результатом это конечно то что публика таким образом отнеслась и это был успешно и кстати женщина которая там целый день там идут концерты мой был последний вечерний и она там руководит при дверях монитор впускать выпускать артиста в артистическую такая уставшая была видно если это надоело страшное когда я отыграл она мне это ягод испанка я вам скажу что вы да это было правильно и еще удивилась журналистка которая писала для лютьер гитар они не лютьер гитара гитар магазина английский review к этому и она потом позвонила спросила что это за гитара то чтобы здесь как так вот даже у папера мэра не звучит я конечно не папера мы ругать это величайший гитарист я у него учился вот просто в общем получилось хорошо я в общем был очень счастлив сыграть там надо сказать что я не особо верю во всякие ауры и прочие дела но я честно скажу вот здесь было ощущение такое когда приехал то приехал на такси зашел вот я когда зашел просто в этот зал то мне ощущение было будто рыбу выпустили в воду вот я зашел туда и такое ощущение будто сразу согрелся вот сразу нас на моли нами да вот настолько на моли на я это больше нигде не испытывал но точнее здесь в филармониях или где-то я захожу это как нормально рабочие ощущения место я как-то не прислушно там была разница этот перелет времени к я зашел туда мне было ощущение прям как будто я это самое оказался вот какой-то родной стихии и не дергал с ним особенно мы говорили о произведении знаменитом произведение сергея орехова ехали цыгане точнее обработка цыганской народной песни сергея дмитриевичем ореховым я знаю что ехали цыгане это украшение вашего репертуара потому что несколько раз имел удовольствие слышать в концертах которые сам же и организовал вот несколько слов вот об этом романсе ну это вариация прежде всего и что я хотел сказать что семистронник как-то мне сказал зачем ты играешь на семи стронке лучше звучит то вот я хочу подтвердить что так как это звучит на семистронной гитаре это вообще без обсуждения вне конкуренции конечно безусловно намного лучше тем более что это пьеса написано для двух гитар вот а мне просто очень хотелось иметь хоть что-то в репертуаре великого нашего земляка сергея дмитриевича орехова и я сделал переложение конечно она компромиссная и довольно трудное в исполнении ну просто очень хотелось так сказать иметь кровь его таланта просим просим и и и и и и и КОНЕЦ 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 Узнаю, да, узнаю. И надо сказать, что семиструдники любят играть исключительно в две гитары. Одна гитара солирующая, другая гитара аккомпанирующая. Сколько раз слышал это восполнение Сергея Дмитриевича Орехова. Кстати говоря, вот годы идут, и не все гитаристы сейчас верят мне, что я лично знал и имел удовольствие общаться и работать с Сергеем Дмитриевичем Ореховым. Я говорю, ребят, я не знаю, как вам доказать. Я много раз с ним тоже встречался, в частности в метро, я помню, на улице Динамо, на метро Динамо я работал. Сажусь, смотрю, напротив меня Сергей Дмитриевич сидит. И не один раз. И вот в Польше мы ездили, когда он там фурор произвел. И я уж не буду повторять точности, но на следующий день я догнал в столовой. Я говорю, Сергей Дмитриевич, спасибо. А там был фестиваль такой, конкурс шестиструнников. Я говорю, Сергей Дмитриевич, он вообще супер. А он такой, да ты знаешь, Юр, ну, я скажу повежливее, я так спугался. Здесь все такие гитаристы, а я привык играть просто для людей. Но там он поставил зал просто на уши. Все бесы, весь зал хлопал стоя. Я все время привожу такой эпизод. Я ему говорю, Сергей Дмитриевич, как вас написать в афише? При первом нашем знакомстве. Ну, я не помню уже. А, наверное, вот этот. Я же делал единственный, то есть последний концерт в его жизни. Это в Доме ученых? В Доме ученых, да. А, я помню, видел. Это был последний концерт в его жизни. И, слава богу, кто-то отснял. Это можно увидеть в интернете. Я видел много раз. После этого концерта был еще один концерт у него. Но он был такой, так сказать, то ли квартирник, то ли для узкого круга какого-то. То есть последний публичный концерт делал я. И я его когда спросил, говорю, Сергей Дмитриевич, как вас написать в афише? Ну, может, вы там, так сказать, заслуженный деятель искусств, там, я не знаю, там, заслуженный работник культуры, там, и, может быть, лауреатство. Он говорит, понимаешь, не заслужил, наверное. Напиши, гитарист Сергей Орехов. Кто знает, тот знает. А остальные меня не интересуют. Ну, сейчас я встречал царей гитары, королей гитары. Да. Ой. А вот слуг гитары маловато. Так вот, Сергей Дмитриевич был и слугой гитары, а сам, главное, он был настоящим рыцарем гитары. На радио видел плакат «Серебряный альт России». А еще есть, это вообще изумительно. Значит, на афише видел сокровенный голос России. То есть на полном серьезе люди пишут на афише сокровенный голос России. Это когда Остраха спросили, а кто, вы первый скрипач? Нет, он говорит, я второй. А говорит, а кто первый? А первых много. Да, да, да. Да, это великолепно. Дорогие друзья, Юрий Нугманов у нас сегодня в гостях, солист Москонцерта, гитарист, который играл в Карнеги-Холле, который работал со многими великими музыкантами, с оркестром Спивакова, с другими лучшими оркестрами мира, который объехал весь мир на гастролях, был и в Штатах, и в Японии, и в Западной Европе. Вот у нас такой сегодня именитый гость. Вы говорили про свою обработку, обработки Чика Кореа, произведение, которое называется Испания. То есть вот гитаристы, просто перевожу на русский со специального, гитаристы, они, понимаете, любят играть обработки, обработки, вариации. Вот что Орехов, например, ехали цыгане, была цыганская песня, ехали цыгане. Орехов взял, написал обработку цыганской песни, ехали цыгане. А Юрий написал обработку, обработки Сергея Орехова. Ну да, да. Но это, если точно быть, то это так. Орехов написал вариации, а вариации считаются авторским произведением. То есть он взял мелодию, а написал вариации. Вот вариация — это его авторское произведение на эту тему. Что касается Чикарея, это Чикарея взял знаменитую мелодию из второй части концерта для гитары с оркестром Хоакина Родриго и написал на эту тему свою пьесу и назвал ее «Испания». Она тут же стала джазовым стандартом. Ее все исполняют, абсолютно все музыканты джазовые, и не только джазовые исполняют. Поэтому сначала звучит мелодия Хоакина Родриго из концерта для гитары с оркестром, затем Чикарея, а я написал вариацию или фантазию дальше на тему Чикарея. Поэтому вот так звучит, в принципе, это фантазия на тему пьесы Чикарея «Испания». Юрий Нугманов все это сделал. 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 Наверное, 101-е обращение к этим стихам самых разных авторов. Юрий Нугманов, начиная с людей, я имею в виду стихотворение Бориса Пастернака «Мело-мело по всей земле, во все пределы. Называется «Зимняя ночь». Я прошу Юрия, что после нашей встречи, когда он понял, как он понял, как у нас творчески, и как у нас можно себя самовыразить, мне помочь, поспособствовать Любови Дмитриевну пригласить, уговорить, чтобы она пришла и порадовала нас своим искусством. Ну а пока мы можем посмотреть запись с юбилейного концерта Юрия. Значит, даже вот страшно произносить, боюсь эту цифру произносить, 40-летие творческой деятельности. Значит, Юрий скоро догонит Аллу Баянову, которая отмечала 80-летие. Не жизни 80-летия, не юбилей жизни, да, 80 лет на сцене она отмечала, 80 лет на сцене, потому что она вышла на сцену в 9 лет и, так сказать, имела возможность отметить эту дату. Юрий отмечал 40 лет, говорю так открыто, потому что, так сказать, это не было секретом ни для кого, афиша по всей Москве висела. И этот романс Юрия с музыкой, Юрия как композитора на стихи Бориса Пастернака исполнила заслуженной артисткой России Львови Саева. Мы можем это сейчас посмотреть. Да, спасибо. Мило-мило, по всей земле, во все пределы, Свеча горела, на столе свеча горела. Как летом роем, мышка рам летит на пламя, Светались хлопья со двора, как он на раме. Метель лепила на стекле, Кружки и стрелы, Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, Скрещенье рук, скрещенье ног, Судьбы скрещенья. И подалит вам ваш бачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, Седой и белой, Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дула из окна, И жар соблазна, Вздымала, как ангел, Два крыла крестообразна. Мило весь месяц, в феврале, И то и дело, Свеча горела на столе, Свеча горела. Дорогие друзья, время нашей встречи подошло к концу на телеканале Жар Птица. В программе «История романса в лицах» в гостях был гитарист Юрий Ногманов, всемирно известный московский гитарист-виртуоз. Мы прощаемся, до следующих встреч, приглашаем вас, дорогие друзья, потому что будет все лучше и лучше, все интереснее и интереснее. Хотя предела нет. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова